ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подбежались отсюда, вы чё, хаганочки, блядь? Гамар-джоба, ребят. И всё, ребята, я много знаю всё про вино, сейчас я вам расскажу. А этот собак, кстати, зовут Сапирай. Да? Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, ребят, нас зацепило вот это вино. Офигеть! Мне сейчас очень круто, и я рад, что я буду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, всем привет! Мы находимся в Грузии, в Белисе. И это самый неожиданный трип, который был спланирован ровно за два дня. С вами видеоблог о самостоятельных путешествиях. Александр Кондрашов. Чего у тебя с ногой? У меня сейчас есть ровно одна неделя, когда моя нога вот сгибается вот столько. И я познакомилась случайным образом, познакомилась в Инстаграме с девочкой, у которой точно такая же проблема, абсолютно. Но нога сгибается меньше. Нога вообще не сгибается, сейчас она на костылях. И она мне сказала, в Грузии у тебя теперь есть свой человек. И мы ровно за два дня собрались. Она нам сделала всю программу, она сказала, что для вас будет сюрпризом. Я не понимаю, почему я это говорю, потому что канал Александра Кондрашова. Короче, ребят, давайте не будем уссорить эту тему, поехали, мы вам все покажем. Очень прикольно. Выходишь из аэропорта, и тебе по-русски говорят, такси, брат. Время 2 часа ночи, на улице 5 градусов. Ты цыганка тебя посолить хочет, но он качает. Все, Ром, ты попался. Короче, встречает нас. Смотри, сколько нападают, прям вороньевы, что разбежались. Разбежались отсюда, вы что, цыганочки? Напали вообще просто. Где моя карта золотая? Контент пошел уже с самого начала. Она говорит, хочешь, я тебя посолю на удачу? Че посолю? Огурцы. Вау. А мальчиков? Офигеть. Ребят, вот учитесь гостеприимству, да, и вообще бизнесу. У тебя желтенькие. Очень правильная подача. Сразу красивенькие букетики. А может, ты подальше вспышку от нас уберешь, чтобы прыщей не было видно? А что, у нас есть прыщи? Вот вам средство от прыщей. Пожалуйста, намажьте лицо. Ребят, узнали много чего интересного. Это бани очень старые, смотрите. Блин, пойдем с храной. Сера бьют из земли уже кучу лет. Там есть река Кира, да, которая течет из Турции. Хороший номерок, да? Уютненький. Ребята, всем доброе утро. Мы находимся в старом Тбилиси. И здесь, конечно, нереально красиво. Смотрите, мы проснулись в горах. Очень красиво. Чистейший горный воздух. Ладно, поехали посмотрим. Что здесь дальше? Идем на завтра. Доброе утро, друзья. Доброе утро, Саша. Как, утро доброе? А что так поздно проснусь? Очень доброе. Я нормально проснусь. Я смотрю монтаж про гриль, где ты сыграл грандную роль. Вы поселились очень классно, можно ли? Смотри, 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 как... Отель бомба. Смотри, смотри, как... Смотри, смотри, как постановочно говорит. Расслабь его. Ром, без постанов, можно, пожалуйста? У нас... Вид из окна, вид из окна очень крутой. Что? Что надо? Там параан. Поехали, Ром. Вас ждут люди. Давай, под хип-хоп, выходи. Я замедление наложу. Да, да, да. Это значит, да, что в юстиции. То, что когда начали вообще все менять, я имею в виду государственные структуры, конечно, юстиция тоже это задела. Это вот часть города относится к такому блошиному рынку, как картинные, сувениры. Это все здесь, уж на работе. А вы часто вино пьете сами? Это есть свободное время. А вы грузин? Да, да. Так получилось. У меня все эти надписи на грузинском языке ассоциируются с Боржоми. То есть я смотрю, мне кажется, везде Боржоми, Боржоми написано. Какой ваш любимый ресторан? В Тени Медехи. В Тени Медехи? Да. Совет от местного. В Тени, в Тени. А в Тени Медехи? В Тени Медехи. А вино какое любимое? В Сатераве. В Сатераве? Это мой поварит. Когда застолье грузин выпивает, мужчина где-то от двух до трех литров. Обычно. Если уже немножко напрячься, то до пяти доходит. Какое ваше любимое блюдо? Что вот посоветуете вкусного такого? Кахетинский шашлык. Кахетинский шашлык. Кахетинский? Да. Который жарится. Который никак не маринуется. Посыпают солью и жарят на виноградной лазе. Потом режут в сырой гук, гранатовый сок и снимают с шамфурой. Хорошо, что вы поели. Да, да, да. У меня уже свело. И пять литров вина, да? И шашлычок. Четыре с половиной тоже. А как это правильно называется? Усадьба? Усадьба, да. Усадьба. Усадьба, ребят. французским. Так что, я думаю, начнем мы с самого главного. Это с виноградника, с почв, где рождается наше вино. Еще, ребята, я много знаю все про вино. Сейчас я вам расскажу. Вино добывается двумя способами в мире. изготавливается. Это европейский способ и кахетинский способ. Классический способ и грузийский традиционный способ. Европейский и кахетинский это слишком субъективно. Ага. Потому что классическое все в мире делается. Новое и старое мы. И грузинская традиция это тоже уже не только в Грузии делается. Не дай бог вы что-то неправильно скажете в Грузии про грузинское вино. В классическом стиле делается белое вино, например, без контакта с кожаной, которую мы называем чачу, жмыха. Эту жмыху мы добавляем в вине и ферментируется в кушанье с жмыхой. И получается абсолютно другая структура. В принципе, это единственная культура, где белые вины производятся вместе с кожицей и благодаря структуре самого сосуда и благодаря кожи они приобретают более темный оттенок и называются янтарными. И здесь я буду использовать возможность, потому что это такая всемирная, можно сказать, программа. Да, так не можно, а надо говорить, что это всемирная программа. Это вообще-то так, да. Грузия с Александром Кондрашо. Клянусь это так. Эту собаку, кстати, зовут Сапираеву. Привет! Привет! Как ему интересно было, да? И вот у нас здесь каберне находится. Вместе каберне у нас есть сира, например, после каберне, потом есть Тавквери, есть Сапирави. Почему сейчас мы всегда говорим, что вот шато? Шато – это, в самом деле, принцип виноделия. И все это вот сейчас вы увидите, что это такое. А когда вино начинают пить? С обеда? С завтрака? С вечера? Существует как виноделие, существует грузинская технология, да? Также существует грузинское винопитие – культура. Это очень красивая, кстати, культура. Я вот прямо скажу. Вот правильно уже такая. Это как? Грузинское винопитие – это другая культура. Там хорошие песни, хорошие тоста, вкусное вино, вкусная кухня. Все. Сочетание всего этого. А мы это 4 или 3 литра вино, мы так не пьем. Никто не считает. Да, да. Бывает, да, и никто не считает. Если не можешь – не проблема, я тебе передам этот рок. Да, отдыхай. Рок передам. Если возьмешь – выпей. Не возьми, если не хочешь. Да, ребят, хочу заметить, что очень классная энергетика здесь. Вообще. Из-за того, что старинное поместье, из-за того, что много виноградника. Прикольные у нас гиды такие, да? Да, да. Прям чувствуется. Мы еще не пили ни грамма, но уже… Уже чувствуем. Уже чувствуем вот эту вот энергетику. Очень классно. У нас таки таста есть впереди. Да, впереди пойдемте на нашу винодельню. Кстати, очень интересный проект. Вот эта вот травка, видите? Это, на самом деле, крыша нашей винодельни. Красивого. Мы зайдем там в производство, потом мы пойдем внизу в этих старых погребах. Вот здесь внизу старые погребы. И потом мы пойдем. Потом чай. Зайдем. Вышатого в чапке. Вино. Вино. Вино, да. Эти мы используем для ферментации, активно используем для ферментации, поэтому сейчас не полный, так сказать, открытный. Для красного вина играет очень большой рот, такая форма. А сколько оно стоит? Сколько терпения у них хватает, столько оно и стоит. Вот тут Алик стоит, как раз таки грозди, грозди. С веточек у нас отрываются ягодки, ягодки потом выходят на отдельный конвейер, где также смотрят, чтобы ничего лишнего не проникло, потому что мы стараемся делать очень эллидантные вины. У каждого системы контролируется температура. Температура – это очень большая роль играет, какая будет после ферментации санта на материале. Это уже второй, мы идем, вот газон вы же видели там, да, который вот так поднимается, мы идем сейчас вниз там. Погреба? Мы сейчас находимся в 21 веке. В 21 веке. Вот это 5 штуперка и что-то случилось через 5 штуперка внизу. Попадем в 19 веке. Машиновремя. В 19 веке. Это тоже часть производства, как Марка тоже сказал, это, ну, старое, так сказать, производство, старое, но сейчас мы используем его как местность для хранения, для оставления нашего вина, а это сам тоже часть производства. Есть очень хороший грузинский термин. То есть обычно мы в нашей стране, в нашем языке используем очень много слов, которые не переводятся, не используются в других. особенно это винные термины. Ну, вот скажем, марани. Марани – это не просто погреб в Грузии, а месторождение вина. И для бочек есть такой тоже термин «даларгеба». То есть мы не говорим старить, выдерживать, мы говорим развивать, улучшать вину. Вот, для тебя нашли прямо. Опять. Поставили чача, видите? Саша, давай. Вот бочечку откатили уже для тебя, видишь, что-то там. Для тебя, ну да, откатили, возможно, понюхать эту чачу. И когда мы ее открываем, для тебя эксклюзивно можно... О! Что? А? У нас чача очень... Наша производство чача – это не дубовая, так сказать. В дубе не входит старинный переход в нашу чачу, она же классическая у нас. Но мы решили сделать очень интересный тест. Эти дубы мы использовали для старения сапирави, это значит старые дубы. Потом мы в нем занесли нашу чачу. Получился в пол очень интересный аромат. Специально вот для блога Кондрашова. Блог не покажем. Ну что, Саша? Офигенно. Ой, я даже не понимаю, что это запах. Ой, очень круто пахнет. Сладкий такой запах. А почему здесь закрыто? Что это? Хранилище? Пищи с нашей особой. Особой? Здесь у нас очень много людей сюда ходит, мы не открываем. 50 ладов. Сколько самая дорогая бутылка стоит? 500 ладов. А это бутылки из производства Ивана уже. То есть как в 19 веке выглядело его вино. Вот это вот у нас бутылочка из поместья Романовых из Санкт-Петербурга. А это оригинальная часть. Здесь, кстати, кладка не восстановлена. То есть мы только арки добавили, естественно, чтобы все было устойчиво. Апдейт. Камни и кирпичи. Такая традиционная кузинская кладка. Кладка. Я в этом кувевре 4 дня жил. Да. Что, серьезно? Это кувшин, да? Да. И после этого какого-то павочки. Сюда. Продвижение по работе в груди, ребята, только через кувевре. И Патрик говорит, что вот я говорю, что я с дедушкой, когда работал, я вообще-то чистил кувевре. Я знаю, что это кувевре. Ну иди. Знаю, что это кувевре. У нас для того, чтобы чистить кувевре, то есть как вы понимаете, раньше все продукты были натуральными абсолютно. Использовалась карадикой черешни. Так нанизывалась на большую палку. И она тоже как натуральный антисептик буквально обтачивалась и очищала кувевре идеально. Ну что ж, приступим к практике. Прошу. На этом, ребята, видео заканчивается. Спасибо. Смотрели. Я пошел. Ребята, сегодня будет необычный выпуск. Мы находимся сейчас в Грузии в усадьбе Шатом Ухране. Ухране. И это первое место, куда мы поехали в Грузию, потому что Грузия славится своей вкусной едой. И, конечно же, очень хорошим вином. Мы пришли в винодельню и сейчас будем пробовать все вот эти вкусности, которые лежат у меня на столе. Сейчас у нас очень интересный, кстати, как я вам сказал, сорт винограда, который называется Тапки. В какое-то время грузинский народ, можем сказать, что у нас в Грузии 523 винограда энденно-грузинских сортов. Это самый большой автортон, да, грузинский сортов. В мире где-то бывает 1500 сортов. Давайте попробовать. Давайте. Да, ребят, нас зацепило вот это вино. Очень вкусно. Сколько оно стоит? А, это сейчас все стоит 21 лари, по-моему. 21 доллар, да? Не, не долларов. Это получается где-то 10 долларов. Ааа. 8 долларов где-то. Офигенно. Вино получают аромат дуба, потом идет в дуб. В дубе же вино дышит. Получается микрооксидация. И все это вместе дает, так сказать, округляет характер этого винограда. И добавляет что-то интересное. Перейдем на тост. Давай. Мы должны с этим пост сказать обязательно. По грузински звучит вот так маленько, очень такая. Что в этом стихотворении сказано? Почему мне очень нравится? Что? Ну, парень там где-то сидел, и у него в горах сидел. И вдруг он понял, что это такая красота, такая теплота, что сначала земля обогревает солнце, и потом солнце со своим лучом дает эту теплоту обратно земле. Наша природа такая красивая, такая благородная, что даже мы оттепляем отсюда солнце, и потом солнце обратно. Интересная версия, да. Вот так. За природой. Да. Ну, где же в руках найти факт природы? Да, мы все природа. Ну, просто, где мои 18 лет? Я вообще все эти бутылки выпила просто. Ну, не в то время уже. И на стол бы, да? Вот сейчас как раз тот самый момент, когда 1 плюс 1 равно 3. Это вот сочетание вот этого муската вместе с чуть-челлой просто. Я бы даже 4 сказал, ну ладно, так нельзя уже. Да, не, очень круто. Прям. Отлично. Надо перерыв сделать чуть-чуть. Место для фотосессий. А мы сейчас поедем на лошадях кататься. Обалдеть. Ром, вон твоя лошадь, Ром. Жур-жур. Собака, Саша, ты на ней поедешь. Хороший. Все? На нем поедешь? Все, начнем. Муари, как он встает на дыбы. Офигенно. Муари, смотри, долбит стену. Это просто АМГ. Спорт-пакет. Сами привод. Это что? Вина выбил. Он панк. Смотри, жесткий. Сейчас такую камеру х** отгустил. Смотри, я укротил коня. Все элементарно. Звуковая терапия. В общем, ребята, уже полчаса кушаем. И это такое, закусочки. Очень все вкусно. Сыр безумный. Хачапури. Да, хачапури очень вкусно. Долма или как это называется, Ром? Да. Да, и вино вообще, оно шикарно раскрывается. В общем, ребята, обязательно на таком застолье надо такое вино. Подухай. Офигеть. Когда у нас делают камеры с передачей запаха? Ха-ха-ха. Это будет отлично. Да, это будет прорыв. В общем, ребята, у нас становится все больше и больше. Это уже начинает превращаться в такое приятное застолье. Да, настоящее грузинское застолье. И мы это начинаем ощущать всеми фибрами души. Просто сидишь, пьешь вино, кушаешь вкуснейший шашлык, общаешься с интересными людьми. Наше существование – это община. Когда мы общаемся между собой, вот такие застолья тоже из-за этого устраивают. Мы общаемся между собой. Когда человек, грузин, уезжает за границей и там живет, у него болезнь начинается. Потому что грузин не может жить. 20 дней остался максимум. 23, я понял, что больше 10 дней я не могу. Рома, а ты с битой маме приветствую? Мама, я передаю тебе привет. Из Грузии. Прекрасная компания из Грузии. С любовью. Прекрасная компания. Прекрасные слова. За тебя. Потому что ты мама. Ты национальный. Я в каждом саженном видео. Отлично. Отлично. Не, на самом деле, первое, что вот просится, что хочется сказать, чтобы люди ценили моменты именно вот сейчас, чтобы не жили в будущем. Потому что многие думают, что так, вот сейчас я здесь перетерплю, здесь перетерплю и буду жить в будущем. Вот именно надо ценить, вот именно настоящее. Жить и делать… Боись момент. Да. Жить моментами и делать именно то, что вот в данный момент происходит. То есть, если вам сейчас по кайфу, вы сейчас… Ну, не знаю, как правильно это сказать. В общем, мне сейчас очень круто и я рад, что я в Грузии. В общем, берите бутылочку вина, потому что без бутылочки вина вы не поймете просто атмосферу. За жизнь, за тех, которые продолжают жить, которые наслаждаются жизнью. И, как Олег заметил, одним хорошим воспоминанием закрывают десятки неприятных. И другим помогают так поступать. Конечно же. Люди, которые своей жизнью дают другим повод жить. Да, это прекрасно. Слушайте, ребят, вообще вас не перетерплюнуть. Глубина. Да, да, да. Просто. Удивительно, да, как люди оперируют. Да, это с молоком матери, что ли? Грузинская семья – это два человека, которые называются уже родителями, потому что раздали тебя. Я без них не могу. Они мои корны. Как будто я с этим получаю весь энергию и всего характер, и все идет оттуда. Я это чувствую. Когда я маму обнимаю, я чувствую, что, может быть, я ее не понимаю. Потому что она другая, так сказать, индивид, я другой. Но когда просто обнимаю, понимаешь, что это мама, и все. Вот это грузинская семья. За маму. Давайте. Вот мне нравится, что ты подводишь каждый вопрос к тосту. Это просто гениально, я бы сказал. Я хочу сказать в заключении вот этого цикла, который у нас произошел, что на самом деле это не только от хозяев. И сегодня вот так бы все это не продолжилось, если бы не шла душа и красота, о которой мы говорили, от вас. Этой дружбой, с этой простотой и с этой красотой всегда нужно ходить по миру, ловить моменты и ловить людей. Потому что красота идет от правильных, хороших и открытых людей. За вас, до нас. Очень крутое место, приезжайте сюда, обязательно пейте вкуснейшее вино, кушайте вкуснейшие блюда, общайтесь с интереснейшими людьми, у которых есть настоящая душа. В общем, ребят, нам очень понравилось, не знаю, как вам, пишите в комментариях, обязательно предлагайте какие-то свои идеи, может быть, куда съездить нам в Грузии, где мы еще не были. У нас предстоит очень интересный тур, мы пока не знаем, куда, но если мы что-то не посетим интересное, обязательно вам отпишите, тем более, если вы из Грузии, если вы знаете, куда ехать. В общем, ребята, приезжайте в Шато Мухрани, мы сейчас договорились с этими замечательными людьми о том, что они также с вами посидят, мы выберем одного победителя, то есть устроим конкурс. В тот момент, когда выйдет видео, вы зайдете на инстаграм, который будет в ссылке в описании, и напишите хэштег «О чем Мухрани». Ребята сами выберут одного человека, либо там семью, я не знаю, либо компанией друзей, кто приедет сюда, посидит так же. И разделит прекрасный стол на вино. Да не совсем так, но где-то так. Ребят, будет все то же самое, покатайтесь на лошадях, вы походите, посмотрите, как это все здесь выращивается. А если вы приедете летом, то здесь будет еще в 10 раз красивее, а если вы приедете осенью, то я думаю, это вообще будет бомба. Да, ребят, еще вам подарят бутылочку самого вкусного вина, которое мы сейчас все оценили, это просто нереально… Из резервного. Да, одно из лучших фабин, которых мы пили, поэтому ссылочка будет в описании, переходите, обязательно участвуйте в этом конкурсе. Даже если вы не поедете, подарите кому-нибудь эту поездку, если вас выберут, потому что это крутой шанс попасть в Грузию. Плачь, мы вернемся еще сюда. Блин, Настя, ну какие душераздирательные тосты. Я и так и несколько раз ревела. Да я просто остановиться не могу. Я тоже. Это просто капец, тост это, я не знаю, тост за тостом, я не успеваю отдышаться, снова надо плакать. Я отметила… Алекс, геноциалит. Геноциалит. Давай, рад был познакомиться. И езжать еще. Обязательно прием, обязательно. Всегда здесь будет вам приятно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Очень приятно было познакомиться. Спасибо за гостеприимство. Рома, а ты в курсе, что у нас сейчас через 40 минут по расписанию топовый ресторан в Тбилиси вообще? И мы сейчас едем в ресторан, потому что якобы мы голодные. Я не знаю. Мы будем есть. Рома! Мы обнуляем свой живот, обнуляем сейчас. И начинаем с нулевой точки жрать. Ребята, вот, собственно говоря, виновница торжества. Председатель становится инвалидом в Крузии. Алина, привет. Алина, привет. Привет. Собственно говоря, Алина нас привезла в какой-то ресторан. Алина, что это за место? Это ресторан Мегрельской культуры. Я сама Мегрелка. И это самая вкусная кухня в Крузии. И сейчас я специально подобрала для вас очень необычное место, которое и в Москве практически невозможно от себя спросить. И всегда будет обычный мидж, мидж, который не знает там, в Харе. Но будет необычно. Два ресторана в Тбилиси, где есть вот это вот, вот это вот. Интересно. Эта штука, она, ну, в Грузии, наверное, есть почти везде. Но в Москве в ресторанах ее мало где может быть. Я первый раз это говорил. Это называется кирджали. Это молодой сыр с мятой в молочном соусе. Это обязательно промой, потому что это такое блюдо, которое надо знать. И оно не то, что хачапурь, везде можно. Поэтому вперед. Подведи итог. Что ты можешь сказать? Вот первое впечатление о сегодняшнем дне. Проблемы с проблемами. Слушай, ну, потихонечку, мне кажется, мы начинаем чувствовать Грузию. Мне кажется, мы просто нас окунули, уронили в озеро. После любого вина тебе с головой. То есть реально, по-моему, хранит, и дичача, и дича, 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 и дича. И еды, и комфорта душевного, и приятных слов. И даже поплакали мы сегодня. Рассказывают первое впечатление, которое на данный момент, что вот от души идет. Больше всего мне, конечно, понравились люди. Они так красиво говорят, они говорят толстые, рассказывают какие-то истории из жизни, что здесь свой характер, здесь прям вот это грузинское. Ребят, ну вы это не поймете, пока сегодня не приедете. Вот, вы же мне доверяете. Просто приезжайте, попробуйте здесь вкусную еду, попробуйте вина. Общайтесь с людьми, которые... От них такая энергетика исходит, что с ума просто исходит. Все, на этом у нас заканчивший следующий выпуск. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Всем удачи, и пока!